Субтитры создавал DimaTorzok Один Бог во всех религиях или нет? Видите, в чём тут ловкая какая постановка? Никто не сомневает, что один Бог один. Но если Он не один, тогда много Богов? Вы сами себя загоняете в противоречие. Так много Богов или один Бог? Один. Хорошо. Если один, если все мы действительно обращаемся к Нему одному, то тогда разве вывод не напрашивается сам собой? Откуда такие противоречия? Откуда такой антагонизм? Откуда осуждение друг друга? Мы должны быть толерантными. В каком смысле? Толерантными. Мы должны не указывать на заблуждение, религиозные заблуждения представителей других религий, а понимать это, вы слышите? Другие вероучения понимать, как ещё один возможный вариант поклонения тому же Богу, которому кланяете и вы. Понятно, логика какая? Один Бог. И все мы кланяемся только по-разному. Только и всего. Вот такая подстановка вопроса. Вы учтите, она носит очень серьёзный характер. И если мы не ответим на эту, я бы сказал, ловкую идею, то я боюсь, что мы ничего не сделаем в области нашей проповеди и нашего миссионерства. Какова основная суть, я бы сказал, ответа с нашей стороны? Да, Бог, конечно, один. Но представление о Боге этом одном носит очень различный характер. Каждый видит в этом Боге в том, который кажется один, видит свой образ. Причём это видение образа Бога может доходить до того, о чём мы читаем в различных священных книгах, в том числе и в наших, что они поклоняются, язычники, не Богу, а бесам. Можно своего Бога наделить такими чертами, что уже будут поклоняться не Богу, а дьяволу. Кстати, одна из самых таких сильных, интригующих идей, которые присутствуют в Священном Писании, Нового Завета. Знаете, какая? Что будет антихрист, который выдаст себя за Христа? Его многие примут за Христа. И будут нас спрашивать, так Христос один или не один? Один. Так. И что из этого следует? Оказывается, да, Христос один. Но можно принять совершенно другого за Христа, и это будет глубочайшая ошибка. Так и здесь. Можно создать себе такой образ Бога, такой образ Бога, который не имеет ничего общего с тем, о ком мы говорим, как Бог, как Единый, как Творец, как Промыслитель, как Спаситель. Каждая религия имеет свой образ Бога. Слышите? Причём, самое любопытное, о чём я вам скажу, что само христианство, само христианство, вы посмотрите, что даже оно, оно-то говорит о чём? Само христианство называет Иисуса Христа как образом Бога невидимого, образом Божиим, сиянием славы и образом ипостаси Его. Вы слышите? Даже Христа священное наше Писание называет образом. Образом. Апостол Павел обличает язычников и говорит, что ни славу, ни тленного Бога, изменили в образ подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Апостол предупреждает христиан от осуждения чужого раба, подчёркивая, что перед своим Господом стоит он или падает. В каждой религии своё понимание Бога, свой Его образ. Слышите? Каждая религия имеет свой образ Бога. Бог-то один. В каждой религии свой образ Бога. Поклонение своему образу Бога. Вы слышите? И что значит поклонение? Поклонение означает не что иное, как следование тем заповедям, которые даёт нам этот образ Бога. Нам разные образы Бога предлагает. Посмотрите, иудейство ветхозаветное – один образ Бога. Он и мститель, он судья, он гневается, он милует, он наказывает. Посмотрите, в мусульманстве свой образ Бога, Аллах, он вседержитель, он делает, он милостивый, но он делает то, что он считает нужным. Он праведный судья, а не какой-нибудь. Я уж не говорю о языческих богах, где, оказывается, каждый бог обладал своей функцией даже. распределили богов по функциям. Один – торговли, другой – любви, третьей – войны, четвёртой – мудрости и так далее. Посмотрите, как идёт. То есть, уже сам образ Бога сузили до предела, до совершенно крайних границ. Я почему всё это, друзья мои, говорю? Чтобы мы поняли, Бог один, образов его много, и каждая религия имеет свой его образ. То есть, вывод, имеет своего Бога. Понятно? Вот так. Это нужно иметь в виду, и нужно это понимать, чтобы не поддастся на эту, знаете, вот эту софистскую, совершенно софистическую вот эту уловку. Коли Бог один, значит, все религии поклоняются одному и тому же Богу. Нет! Посмотрите, с каким гневом апостол обличает язычников. Посмотрите, как христиане гнушались этими языческими идолами. Почему они научали? Вспомните хотя бы праздничество Диониса. Кто больше выпьет, тот больше ему угодил. то есть доходил до растления человеческих душ, служили действительно бесам, а не Богу. Вот так, друзья мои. Вот это вопрос, с которым вы встретитесь, и на который нужно иметь вот такое, я надеюсь, ясное, ясное, так сказать, представление, понимание и соответствующий ответ. Ну, хорошо. у нас с вами ещё один вопрос в связи с этим, прямо в связи с этим. Вопрос, который я поставил в такой интригующей форме, очень интригующей. А могут ли спастись не православные? Ну, ладно, не христиане. Ну-ка. вопрос, который конечно же встаёт, обязательно встаёт перед сознанием человека, и с которым действительно вы встретитесь, не знаю, тысячи и тысячи раз, будете в школах выступать. Это один из первых вопросов, которые вам зададут. Ну, я немножко, чуть-чуть академически его сейчас представлю, а потом, может быть, мы с вами и сделаем какое-то заключение. Ведь академизм заключается в чём? Что если подойти к этому несколько развернуто, то можно предложить три точки зрения, с которыми мы встречаемся в истории, и в частности в истории христианской мысли. Они таковые, ну, я их назвал так, формально-канонической точкой зрения, теософской точкой зрения и сотериологической точкой зрения. Но, вы знаете, что названия условные, вот, это совсем не обязательно, что их так нужно называть, но как-то нужно было назвать, чтобы отличать друг от друга. Итак, давайте рассмотрим, в чём суть этих точек зрения, где их слабые и сильные, что ли, места, где действительно даётся ответ на этот вопрос. А где, а где его нет? Итак, первая точка зрения, которая звучит очень хорошо, которой вы найдёте множество подтверждений, и которые, кажется, не вызывают никаких сомнений, это точка зрения, которую можно назвать формально-канонической. Ну, помните, в Евангелии сказано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осуждён будет. Или Киприан Карфагенский сказал, вне церкви нет спасения. Что ещё о чём говорить, кажется? Говорю, кажется. Потому что, с чем мы встречаемся на самом деле-то? Ну, во-первых, о крещении. Масса людей, которые спаслись, не приняв ни крещения, ни причащения. Хотя Христос прямо сказал, я вам зачитал это, то же самое говорит Он, кто не вкушает моей плоти, не пьёт моей крови, не имеет жизни вечной, а какой-нибудь разбойник правый. ничего не принял. И целый ряд других. Я вам, в связи с этим, хочу зачитать из Хомякова буквально пару фраз. Внешнее единство, внешнее единство верующих, христиан, нас, есть единство, проявленное в общении таинств. То есть, мы все христиане, православные, принимаем одни и те же таинства, один храм, одно учение. Так, это внешнее единство. Внутреннее же единство, есть единство Духа. Многие спасались, например, некоторые мученики, не приобщившись ни одному из таинств Церкви, даже Крещению. Но никто не спасается, не приобщившись внутренней святости церковной, её вере, надежде и любви. Интересные вещи, какие пишут. Формально-канонический взгляд о чём говорит? Церкви принадлежит и получает возможность спасения только тот, кто в Церкви каким образом? Вот, канонически, внешне. Он крещён, он принимает таинства, он живёт вот этой внешней церковной жизнью. Если этого нет, нет спасения. А ведь история не сообщает нам даже о том, чтобы Господь крестил апостолов. Мы даже не знаем это. Нигде не, чтобы Он крестил их. То есть они остались некрещёными. Представляете, какой ужас-то! Никому не рассказывайте только? Апостолы некрещённые, а говорят, на них церковь стоит. Более того, сама Богоматерь тоже не была ведь крещена. Правда, есть же те такие толстенные, где чего только, так сказать, можно прочитать. и тот же разбойник правый. Кто его крестил? Есть образные выражения, образные, но не смешивайте. Таинство – это есть священно действие. А над разбойником никакого священно действия не было. Не было. Хотя Иоанн Затауст говорит, разбойник крещён кровью Христовой, истекшей из его ребра. на этом понимаете, что такое? Это образное же выражение. Священно действия это не было. Более того, ведь если бы действительно спасение было обусловлено полностью принятием таинств, то Ветхий Завет весь тут же вне спасения. Они просто даже не могли принять. Ибо и не было этих таинств. Вы знаете, оказывается, формально-канонический взгляд-то с одной стороны далеко не все не принявшие таинства, крещения и прочих таинств погибли, напротив спаслись. С другой стороны мы находим не менее страшную картину. Это прямое утверждение, что многие принявшие таинства и крещённые, и причащённые, и даже пособоровавшиеся. Представляете, это уже верх совершенства, конечно, всё равно, говорят, могут попасть в преисподнюю. Формально-канонический взгляд, видите, имеет какие серьёзные изъяны. И этот изъян чем обусловлен? Когда мы с вами говорили о том, что такое церковь, есть, не забыли, то вы теперь помните, оказывается, членом церкви можно стать внешним образом, и это ещё ни о чём не говорит, ни о каком спасении ещё не говорит. Крещение не пропуск в рай. Оказывается, без этого пропуска многие входили в рай, и с этим пропуском туда не пускались. Церковь-то что такое? Это то единство, как тело едино, так и то единство в Духе Святом всех тех христиан, которые искренне стремятся жить по Христу, жить по Его заповедям. Вот, оказывается, кто! А мы даже не знаем, а кто из нас так живёт? Вот и не знаем. И друг друга не знаем, и не видим. То ли он такой, то ли он сякой. мы свою душу даже не видим, тем более не видим других. Слышите, кто церковь-то? Это единство в Духе Святом, к которому приобщаются те и только те, которые стремятся жить по совести, по заповедям Божьим. Вот так. Формально-канонический таким образом взгляд, как вы видите, страдает существенными изъянами. Не можем мы сказать, что спасаются только те, которые формально-канонически принадлежат к Церкви. И даже более страшно и говорим, не все формально принадлежащие к Церкви спасутся. Вот так. Представляете, какие вещи! Вот эта точка зрения. Хотя, ещё раз вам повторяю, она очень сильна. Мы постоянно слышим, слышим, часто слышим, спасутся только православные и больше никто. Но кто православный, вы знаете, да? Знаете, кто православный? Нет? Ага. До сих пор столько времени со мной и не знаете. Теперь поняли? Поняли, да, правильно. Это я. Ну, ещё кое-кто. все прочие, ты не знаешь, православные они или нет даже. Это вот, значит, одна точка зрения. В ней есть, видите, с одной стороны, положительный момент, что действительно Церкви надо принадлежать, что это очень много даёт, когда человек является членом Церкви, даже внешним, каноническим. Даёт возможность ему усваивать учение Церкви, приобщаться таинством, но только при том условии, когда он хочет жить по-христиански. В противном случае его это ничто не спасёт. Другая точка зрения, которая, которая я упоминал только что, которая очень сильна, особенно в сознании, я бы сказал, такой философствующей интеллигенции. Чем она отличается, эта философствующая интеллигенция тем, что, я бы сказал, какое-то некое расслабление в отношении к жизни христианской, к жизни духовной. Много философствует, много рассуждает, очень хорошо особенно рождаются мысли, когда чашечка кофе, маленькая чашечка кофе и бутылку коньяку. Вот здесь, когда выпьешь чашечку кофе и бутылку коньяку вместе, то оно тут уже рождается, знаете, о, какой фейерверк замечательных идей и мыслей. Ну, я шучу, конечно, но дело вот в чем, что теософский взгляд, он действительно очень пропагандируется, пропагандировался, он взят буквально, если хотите, ну, на щит, является знаменем того же масонства, например, современных, современных, я бы сказал, идеологов, религиозных, именно идеологов, которые пытаются все религии свести в одну, о чем только сейчас мы говорили, и заявить о том, что все они, все религии, слышите, все они лишь разные пути к одной и той же вершине, как альпинисты, с разных сторон могут войти на горы, на Казбек, например, пожалуйста, с разных сторон, разные пути, но все оказываются там же, то есть все достигают цели, то есть все религии одинаково сочиологичны, еще раз обратить внимание на что, я говорю о религии, речь вот не о людях, о религиях, то есть речь вот об учении, учении, что, оказывается, все эти учения указывают в конечном счете путь спасения. Нет, нельзя разделить нам религии на те, которые указывают верный путь спасения и ложные, которые будто бы уводят человека от этой вершины, от этой цели. Слышите? Вот в чем суть теософского взгляда. Ну, что в отношении этого я вам хочу сказать. Особенно звучало очень сильно имя знаменитого йога, йога Рамакришны, это йог XIX века, которого свои собратья обвиняли в том, что он раскрыл тайны йоги для непосвященных, в частности, европейцев, да, но который в своем провозвестии Рамакришны, я не знаю, кто читал эту книжку или нет, она небольшая, провозвестия Рамакришны, который утверждал ни больше, ни меньше, как следующее. Тот, кто есть Кришна, в то же время и Шива, и Божественная Мать, и Христос, и Аллах. Это разные имена, это все одно, и это одно, именно одно, не один, не одна, а это одно, только под разными именами выступает в истории или проявляет себя по-разному в разные периоды истории, но это все одно, оно. Вот этот идея Рамакришны, которую очень активно проповедовал Вивикананды, как вы знаете, который с яростью, я бы сказал, обличал христианство, обличал, в частности, само учение христианское, и особенно он, обращаю ваше внимание, особенно он ополчался на христианское смирение. Вот это его взрывало. Никогда не думайте о своей слабости, никогда не говорите, что вы грешники, вы сильны, вы святы, вы несотворённая душа. Слышите? В его вот проповедях Вивикананды, если почитаете, вы просто аханте, вы увидите. Поверх их всех проповедей звучит мощным, жирным шрифтом выделено «Будете как боги». как боги. Но эту идею надо вам сказать, что идею, которая так сильно заявила о себе из истоков индийских, на самом деле эта идея защищалась у нас. Смотрите, та же госпожа Блаватская, что она делала, создала целую систему, на неё обращали внимание очень многие мыслители, наши, потом зарубежные, теософия, затем антропософия появилась. Всё это идейно одно и то же. И хотя различия там были, но они не кардинальные, не существенные. Интересно даже сказать, что некоторые наши мыслители, даже православные, высказывали такие идеи, которые, ну, подчас просто неудобно было. Например, Павел Флоренский, наш профессор академии, писал, надо говорить не о подобии указываемых в язычести представлений христианским, не о их подобии христианским, а дерзну сказать о тождестве их ноуменическом тождестве, ноуменическом, то есть сущностном тождестве. Вы слышите? Сами, ясно не сознавая, языческие пророки говорили ни о чём ином, как именно об этом самом, воскресении этого самого с большой буквы, родившегося Спасителя мира. Это в богословских трудах его это опубликовано. может, ещё более уже открыто и сильно высказывает эту теософскую точку зрения – это отец Александр Мянь. «Быть может, писал он, разница в богопознании религиозных гениев». Что такое религиозных гений, это понять трудно. Кстати, ещё раз обратить внимание, что такое религиозные гении, да. Гений, может быть, в чём угодно, правда, может быть, что подразумевает под этим он словом, есть люди, рождаются с особой тягой к этому, может быть, в этом смысле. Быть может, в богопознании религиозных гений таких как, и послушайте, кто религиозные гении? Франциск Осиски, Тереза, это который Игнатий Бринчинов называл сумасшедшие, Экхард, который, этот мистик, которого сама католическая церковь получила, Святой Серафим, ух, как здорово, в одном кругу, слушайте, и сумасшедшие Тереза, и Франциск, и Святой Серафим. И людей обыкновенного уровня заключается в том, что для последних, то есть обыкновенных людей, встреча с Богом была подобна мгновенной вспышке молнии, за которой нередко вновь наступает мрак. А первые, вот эти гении, всем своим существом приобщились к божественной жизни, и сами становились её носителями. Это истоки религии его книжка. И вот дальше послушайте, что он пишет. Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходят к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они не жили. религиям. Вам понятно, что такое, в какое бы время, в каком бы народе? То есть, то, о чём только что говорили, то есть, во всех религиях. И он перечисляет дальше. Яржиня Валкия, Ибудда, Платин, Ариапагит, Майстер Экхард, Григорий Палама, каббалисты, какое соседство замечательное, Григорий Палама и каббалисты, ну, лучше не придумаешь. Да. И Николай Кузанский, Яков Бёмы, Рейсбрук и множество других ясновидцев. Ясновидцев. Ясновидец – это человек, обладающий экстрасенсорными способностями. При чём тут религия? Религия совсем ни при чём тут. И других ясновидцев Востока и Запада. Все они, как один, свидетельствуют, что там нет, послушайте, что там нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы. Господи Божий, Бог есть свет, и в Нём нет тьмы, никакой нет, оказывается. В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили реальность с большой буквы сущего, абсолюта, страшная, непереносимая тайна. Эту бездну, с большой буквы бездну, слышите, трудно даже назвать Богом. Вот это верно. Это верно. Великий, великий германский мистик, Экхард, единственный, кто удостоился названия великого, именует абсолютное начало божеством. за пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность с большой буквы, которую Лао-Дзы называл Дао, Будда Нирваны с большой буквы, Каббалисты, для которых Христос лже-мессия, энсофом, христиане божественной сущностью, божеством. Все они видят одно и то же эту бездну, которую, слышите, только христиане называют её божеством, а Каббалисты энсофом. Все видят одно и то же. Не правда ли здорово? Это потрясающе! Это потрясающе! Какое общение света со тьмой! А Христа с Велиаром! Вот какое! Это, я вам скажу, беда! Григорий Распутин и же пока Невосвятых писал, цитирую его, всякая вера от Господа критиковать никакую веру нельзя, ну, ещё великий богослов и святой. Замечательно? Всякая вера от Господа. Как замечательно, да! Ну, я думаю, что для него действительно, наверное, всякое, особенно связанное с культом Венеры. критиковать никакую веру нельзя. Кстати, не думайте, эта цитата из Платонова, Платонов, он О, Олег, что ли, он так написал «Жизнь за царя?» Правда о Григории Распутине. Слава Богу, что хоть автор этот не понимает даже, не понял, он бы ни за что не поместил бы этих слов Распутина, потому что он его прямо святым делает и даже не понял, что он написал. Полностью под корень подрубает весь авторитет этого святого в кавычках. Так вот, этот взгляд, я вам скажу, конечно, очень симпатичен для многих. Ну, еще, как хочешь, верю. Я помню, лечу в самолете, одна дама, ой, вы знаете, вот я, я хожу в какой угодно храм, мне все равно оттуда запада. Я у католиков, у православных, я в синагогу, да, вот у буддистов, мне все равно какое, всюду один Бог. Я невольно вспомнил воспоминания митрополита Антония Сурожского, который пишет, он сам черным по белому, мы стоим на коленях вместе с митрополитом Иоанном Вендландом, который был Ярославским, Ростовским, стоим на коленях в буддистском храме и творим молитву Иисусову. Я прочитал голову в плечи, я ничего не слыхал. Слышите? В том, не думайте, все вот эти люди, которые, я говорю, они могут быть, вот, Дмитрий Павлович, например, я у него сколько раз бывал, симпатичный человек, действительно, как христианин, просто, да, очень приятно. И вдруг такие вещи, Боже мой, это что же такое? Это куда же, куда же мы придем? Или сейчас открыл Николая Сербского, которого все так и вдруг читают. Святая Тереза и Святой Франциск ой, со мной плохо. Очень симпатичный человек, очень хорошие вещи пишет, там много прекрасных вещей, вы слышите? Какое время, да, не смешивайте подчас, разумный человек, здравый, искренний, вы слышите? Искренние христиане, какие-нибудь и могут какие вещи писать? Что значит писать? Значит, мыслить, значит, веровать, значит, исповедовать. Вы слышите, перед чем мы стоим? Вновь и вновь мы оказываемся перед лицом того якоря, за который должны, не знаю, как держаться этим якорем. Что является? Святоотеческое учение. Как только мы не будем держаться за это, мы всё рассыпемся тут же. И от нашей тогда всей нравственности, нашего христианства останется мыльный пузырь. Что такое Святоотеческое учение? Мы с вами говорили, когда не один, не два, не три, когда мы видим совокупность отцов, одинаково говорят по данным вопросам, мы видим множество, большинство говорят так. И это значит учение Духа Святого, не мнение их, а учение от Духа Святого. Там, где мы находим, допустим, в равной степени, отцы говорят, одни так, другие так. Вам сразу предложат вопрос, тогда как быть? Ну-ка, скажите. Отвечаю. Отвечаю. Значит, это остаётся вопросом. Остаётся той областью, в которых мы можем ещё по-прежнему рассуждать, высказывать точки зрения, приводить аргументацию, то есть, можем продолжать, продолжать богословствовать. Вы слышите? Там же, где уже единое мнение, приводающие, здесь мы не можем никак. Вот это единственное, единственное спасение. В противном случае, мы расползёмся, как сейчас уже полностью расползся Запад, для которого нет никаких уже критериев, никаких критериев. Какие-нибудь моления в Асизе или теперь в Фатиме, куда собираются представители всех религий. И давай вместе, кто из какого кадила. И всё это под флагом, под флаг объединения всех. Не понимают, то есть, не не понимают, прекрасно понимают. С христианской точки зрения, мы ко всем должны относиться с благожелательством и любовью. Слышите? Ко всем людям, ко всем людям, но как только речь идёт об учении, то мы скажем, что вот я принимаю дважды два – четыре, а дважды два – три с полтины не могу принять. И считаю это ложью. Это будет нарушение толерантности, да? Ух, как ловко! Толерантность, да, толерантность. Вы должны принять ложное учение, ничего подобного. Если в науке подойдут с такой точки зрения, с такой толерантностью, она тут же рухнет вся. Смотрите-ка, какие дебаты по поводу этих теорий. Ой-ой-ой, что вы? Побудьте на конференции, и вы увидите никакой толерантности. Друг друга, знаете, не стесняясь, так крепко. не смешивайте толерантность к человеку. Если хотите, я уважаю вас, пожалуйста, ваше мнение, пожалуйста, пожалуйста, вы имеете право, и в этом моя толерантность, вы имеете право иметь свою точку зрения, но согласиться с этим я не могу. Если хотите, я вам скажу, почему. Скажу, почему. Вот так. Итак, друзья мои, значит, видите, наверное, многие из вас всё-таки дерзнут не согласиться с Григорием Распутиным, с его убеждением, что всякая вера от Господа критиковать никакую веру нельзя. Запомните эти золотые слова. Запомните, они вам пригодятся. Потому что вам же обязательно принесут Григория Распутина с тем, чтобы вы его канонизировали. Да, ну хотя бы без синода и без собора. А у себя в храме прям поставили и всё. Таким революционным путём. Революционным путём. Ждите там, когда там наверху канонизируют. Третья точка зрения, которую я назвал сотериологической точка зрения. То есть, ну, вы поняли, что это первая идея, в чём их слабые места, и вторая – это вообще кошмар. Это теософская точка зрения. Вообще, это просто полное смешение добра со злом и Христа с велиаром. Третья точка зрения, которую я назвал сотериологической, она вся исходит из чего? Из, из, я бы сказал, ну, если можно так выразиться, из замечательных слов христовых, ну, можно так сказать, не знаю, из истинных слов Христовых, когда он сказал следующее, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. А что это такое на сына человеческого, не знаете? Какой он спаситель? Ничего не спаситель. Он вовсе не спаситель. Спаситель Будда, в котором я вырос, я знаю, и все мои предки, никакого вашего Христа я принимать не хочу. Понятно вам? А другой говорит, нет, Карл Марвел спаситель. Вот-то он поднял людей за будущее и благо человечества. Хула на сына человеческого, то есть его, как вот реальное историческое лицо, которое проповедовал то-то и то-то, не всякий может сразу принять, многие могут отвергнуть, по каким причинам? По причинам воспитания, образования, наконец, извините мне, по глупости, недомыслию даже. Хула на сына человеческого, проститься ему. Есть же, кто скажет на Духа Святого, не проститься ему ни в семь веке, ни в будущем. Интересно. Интересно, что это такое на Духа Святого? Ясно, что речь идет здесь не о прямолинейном смысле. Почему же, если Иисус Христос это воплощенное второе лицо Святой Троицы, то почему это? На третье не проститься, а на второе можно. Понимаете? В чём дело? Насчёт второго я сказал. Насчёт третьего, что это такое? Святоотеческая мысль говорит так. Хула на Духа Святого – это противление, сознательное противление тому, что я вижу, является истиной. – это истина. Да, я знаю, что это истина. Вот потому я и ненавижу. Понятно? То есть сознательное противление истине. То, что было Иисусом Христом. Скажи, ты, Сын Благословенного, и больше ничего не стал, разодрал одежды свои. Что нам ещё нужно? Вот так. Ну, например, Ян Сатауст говорит, что противящиеся истине сами подтверждают учение истины тем, что делают и говорят каждый день. То есть мы все стоим за правду, все стоим за истину. И как только касается вопрос, допустим, Бога, Христа, ясно, без сомнений, что на нём всё исполнилось, все пророчества потрясающие. Само христианство своим существованием, вот жалко, мы об этом не успеем поговорить, да, надо бы об этом. христианство христианство истинно. Почему оно истинно? Есть аргументы, свидетельствующие об этом, объективные. Так, если мы противимся истине, противится человек, вот она, хула на Духа Святого. В каждом человеке говорит этот голос истины. И что же из этого следует? Целый ряд отцов пишут о том, что, оказывается, даже не христиане, но которые искренне стремились жить по своей совести, если хотите, даже по совести той религии, в которой они были, ну, конечно, не безнравственной какой-нибудь религии, естественно, так? То есть, если они не хулят Духа Святого, они сохраняют надежду на спасение. Целый ряд отцов, вы знаете, здесь очень много святых отцов, которые пишут об этом. Почему? Они не приняли Христа, многие из них и не знали ни о каком Христе. Многие из них о Христе что знали? Например, в Индии. Знаете, что они знали о Христе? Я вам скажу, что христиане это кто? Ах, это англичане, которые поработили нас. Их Бог, это ужасный Бог, поскольку они так к нам относятся. Вы слышите? Какие ассоциации! то же самое каких-нибудь мексиканских и других племён, когда эти португальцы, испанцы захватывали и обращали в христианство огнём и железом. А понятно, какой Бог у них жестокий. Нет, нет, нам не нужен такой Бог Христос. Вы слышите? Так вот, много есть причин, по которым человек может не принять Христа. даже в нашей жизни обыденной, сейчас сколько угодно встретите людей, которые ничего не знают о христианстве и Христе, кроме лжи атеистической. И больше ничего. Не за это они ответят, что они тем самым хулят Сына Человеческого, а они ответят, когда будут поступать против Духа Святого, то есть того голоса истины и совести, который говорит в каждом человеке. Тут целый ряд я вам можно привести, у нас нет времени. Да, целый ряд. Апостол Пётр пишет, Христос, находящимся в темнице в адской, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, слышите, кому, ожидавшему их Божьей долготерпению, погибшим в одни ноя, мёртвым, даже, как он пишет. Максимов Исповедник так объясняет слова апостола Петра. Писание называет мёртвыми людей, скончавшихся до пришествия Христа, например, бывших при потопе, Содоме, Египте и других, принявших в разные времена и различными способами многообразные возмездия и страшные беды божественных приговоров. Им и была благовествуема, по словам святого Петра, великая проповедь спасения. Когда они уже были осуждены по человеку плотью, то есть восприняли через жизнь во плоти наказание за преступление друг против друга, для того, чтобы жили по Богу Духом, то есть будучи во Аде, восприняли проповедь благоведения веры во Спасителя, сошедшего во Ад спасти мёртвых. Я вам привёл эту большую цитату Максима Исповедника, которая повторяется во множестве, во множестве вариантов у других святых отцов. Апостол Пётр пишет, Бог нелицеприятен, но боящийся Его и поступающий по правде Его приятен Ему. Апостол Павел пишет, вообще сильные слова, послушайте, Христос Спаситель всех человеков, а наипадче, то есть особенно, тем более верных. Ой, какие слова, ничего себе! Всех, а уж тем более верных. Или слава и честь и мир всякому делающему добрые. Во-первых, Иудею, ну, понятно, так, дальше, потом и Эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Богу. Ибо мы для того и трудимся и поношение и терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипадче верных. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Иоанн Богослов Он есть у милостивления за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А помните историю с неневитинами? Когда они покаялись? Это очень важно, друзья мои, как они объявили пост. И дальше что сказал Бог? Мне ли не пожалеть Неневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота. Так вы думаете, что Бог их помиловал только сейчас, на этот миг, правда? А потом как помрут и вечную погибель. Да? Конечно же нет. Что это за милость? Называется наградить и расстрелять, да? Конечно же нет. А вот что сейчас будем в пасхальном слове слышать? Ой, какие слова! Где твоя смерть и жало? Где твоя аде победа? Воскресе, Христос, и ты низверг си, и си, воскресе, Христос, и подоши демони, воскресе, Христос, и радуются ангели, воскресе, Христос, и жизнь жительствует. И дальше последнее. Воскресе, Христос, и мертвый не един во гробе. Не един во гробе. В каком гробе? Адском. Подумайте только. Ренелионский, Иоанн Дамаскин, у пастыря Ерма какие интересные слова. Просто некто. Климент Александрийский, Феофан Говоров, Бог нелицемерен и будет судить всякого по тому закону, который он называет для себя обязательным. Вы слышите, по какому закону будет судить? Нектарий Опчинский пишет, индус правоверный спасётся, если будет жить по совести, по своему закону. Но христианин, который станет индусом, погибнет, потому что нарушит закон своей совести. Исаак Сирин пишет, «Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвернуть их нескончаемой скорби, тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения и которых он всё-таки сотворил. Слышите, не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы подвергнуть их бесконечным страданиям». Слышите, какие вещи? Да, если он есть любовь. Так вот, сатирологическая точка зрения, в чём же она заключается, если попробую подвести итог, в том, что целый ряд отцов, кстати, целый ряд отцов, очень интереснейшие мысли. Григорий Низкий, тот прямо учит. Григорий Богослов пишет о крещении огнём тех, кто оказались в аду. Там они претерпят, как он говорит, они будут там крещены огнём, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, который поедает вещество, как сено, и потребляет легковесность всякого греха. Слышите, что пишет? Всякого греха. Афанасия Великого, какие слова? Ефрем Сирин, что пишет? Исаака Сирина, я вам привёл, Амфилохи Иконийский, что говорит? Целый ряд отцов прямо говорят о том, что мы слышим в знаменитом пасхальном слове. Слышите? У святых отцов, оказывается, мы находим удивительную мысль. Они отвечают на важнейший вопрос. Какой этот вопрос? Если Бог любовь, то мог ли Он дать бытие тому, о ком Он точно знал, что Он, избрав зло, окажется в вечных, нескончаемых мучениях? Сотириологический взгляд отвечает на этот вопрос нет. Невозможно предположить, если Он любовь. Невозможно. Если Он что-то другое, ну, пожалуйста, да. Например, Аллах, да, одних Он помилует, спасёт, других предаст вечному наказанию. Веткозаветные учения, то же самое мы находим. Целый ряд мы находим. Это взгляд. Но мы находим и у святых отцов мы находим, слышите, немало высказаний того же точно рода. Но, оказывается, мы находим целый ряд высказаний отцов, которые говорят и об обратном. Так, как быть? Два ряда отцов, вы слышите? Одни говорят, прямо цитируют Евангелие, и пойдут сие в муку вечную. Другие говорят, Бог спаситель всех человеков, особенно верных. Вот два идут, два ряда. Вы знаете, они в чём сходятся? И те, и другие единогласно говорят, участь каждого человека будет наилучшей, исходя из его духовного состояния. Одни войдут во славе, другие как бы спасшись из огня. Слышите? Ну, вот так. Вот так, друзья мои. Это вот то, что говорит третья точка зрения, или сочиологическая точка зрения по этому вопросу. Я об одном только хотел сказать, что нельзя утверждать и говорить, что церковной точкой зрения является только та, которая говорит о том, что спасётся какая-то часть православных, а остальные все погибнут, то есть пойдут на нескончаемые, бесконечные мучения. Нет. Давайте лучше скажем так. Мы знаем, что все, кто пытались жить по правде, по совести, все те, у кого будет хоть какой-то момент раскаяния, будут приняты Богом. И об этом нам говорит замечательный пример, когда первым в рай вошёл разбойник. Поэтому не будем никого посылать преисподнею. Предоставим всё это милости Божией. вот так. Вот так. Вот так. ваше. Спасибо.